Стоит ли бороться до последнего, если шанс на победу только один на миллион? 2 сентября 2017 года отечественные СМИ сообщили. Правительственная армия Сирии во взаимодействии с частями 5-го добровольческого штурмового корпуса и отрядами военного Мухабарата освободила от боевиков Исламского государства, террористической группировки, запрещенной на территории России, стратегически важный населенный пункт в провинции Хама, город Акербат. По сути, сухие слова. Очередная безликая статистика, за которой между тем стоят живые люди. За ней же скрыта история одного героя, который в одиночку смог не только отбиться от десятков террористов, защищая своих товарищей, но и спас от смерти сирийский город. Приветствую на связи Нью-Солдат. В этом выпуске о том, как простой российский ефрейтор Денис Портнягин сделал невозможное. Смотрите внимательно. Детали этого сражения долгое время держали в секрете. В фильме Андрея Кондрашова «Путин» впервые было рассказано об обстоятельствах совершенного Портнягином подвига. По словам Владимира Владимировича, Денис Портнягин входил в группу специального назначения из пяти человек, занимавшиеся авиационной наводкой. 16 августа 2017 года. Окрестности сирийского города Акербат. Российский отряд сил специальных операций на двух машинах прибыл с секретной боевой задачей на высоту, где расположился пост правительственной армии. Задача – дать авиации точные координаты боевиков для нанесения воздушных ударов. Тогда сирийский солдат успел лишь поздороваться с вновь прибывшими. В следующую секунду он уже лежал мертвым, на пост внезапно напали игиловцы. Отряд ССО вынужден тут же вступить в бой против десятков террористов. «Наши ребята ни секунды не мешкали, а остались и приняли неравный бой», – рассказывает в фильме Владимир Путин. Пара минут, и тяжелые ранения получают практически все российские бойцы. Пуля не задела только самого молодого, 28-летнего ефрейтора Дениса Портнягина. Он берет пулемет и ведет бой. Серьезные ранения получили как командир отряда, так и второй боевой офицер. Поэтому всю боевую работу взял на себя молодой ефрейтор. Он действительно отразил несколько атак, уничтожил около десятка боевиков. В ходе боя одна из пуль попала ему в шлем. Другая в пулемет. Оружие заклинило. Делится сведениями Владимир Владимирович. Офицеры спецназа, изучавшие этот бой после рассекречивания информации о нем, пришли к выводу, что шансов отбить атаку у российского спецназа практически не было, а тем более у одного человека. Шанс уцелеть у ефрейтора ССО был один на миллион. И он сработал. Друзья, известны ли вам случаи невероятных побед на поле боя, когда изначально казалось, что исход схватки решен, но в итоге все выходило совершенно не так? Расскажите о них в комментариях под видео. А мы продолжим. Тактика всегда строится в зависимости от обстоятельств. Но в этом случае противник превосходил численно. Почти в 10 раз боевиков было больше, чем бойцов спецназа. Давить такую атаку малыми силами крайне тяжело. Рассеять противника и лишить его возможности с разбегу взять высоту, на которой закрепились спецназовцы, удалось только благодаря великолепной выучке и боевой подготовке. Комментирует бой у Акербата командир роты спецназа военно-разведки, капитан запаса Владимир Прудников. После того, как у Дениса Портнягина вышел из строя пулемет, которым он до последнего отстреливался от террористов, в ход пошли гранаты. В этот момент ситуация грозила верной гибелью не только храброму ефрейтору, но и всей боевой группе целиком. Если говорить откровенно, то математические шансы Портнягина повторить судьбу погибшего за год до битвы при Акербате старшего лейтенанта ССО Александра Прохоренко были крайне велики. Что именно побудило Дениса Портнягина на подготовку к подрыву, сказать сложно. Но нежелание сдаваться противнику все спецназовцы называют логичным и взвешенным. Надо отметить, что российский спецназ в принципе в плен не сдается. Проще говоря, если боец попадает в окружение с риском вероятного пленения, то он подрывает себя посредством приведения в действие гранаты F-1. Ручной гранаты — дистанционный F-5. Более того, в случае огневого контакта и при вероятности пленения, боец спецназа, особенно это касается спецназа ГУГШ МОРФ, совершает действия, направленные на то, чтобы его личность противник идентифицировать не мог ни при каких обстоятельствах. Это азбука спецназа. Каждый боец знает, почему и как он умирает. Указанная настольная истина является подручным пособием для каждого маломальски способного к спецназу бойца, который следует данному наставлению строго и неуклонно. Ну, скажем так, бывали операции и конфликты, когда каждый боец возил с собой гранату. Если ситуация будет безнадежной, то всегда можно подорвать себя и забрать боевиков. Собственно, история майора Романа Филиппова, подорвавшего себя после того, как его самолет сбили, а его раненого окружили на земле, подтверждает, что лучше уничтожить себя, чем сдаться противнику. Комментирует заместитель командира рота разведки, старший лейтенант запаса Андрей Лазарчук. Друзья, если вам интересны истории бойцов, которые отдали свои жизни, защищая интересы Родины, то посмотрите наш выпуск под названием «Бессмертные герои. Воины России, погибшие в Сирии». Посмотрите, и вы узнаете, что в истории страны можно отыскать много примеров проявления нечеловеческого мужества и отваги от простых ребят с такими званиями, как сержант, старший лейтенант и подполковник. А мы продолжим. Офицеры спецназа в один голос утверждают, что Денис Портнякин действовал не только грамотно, но и максимально хладнокровно, строго по заветам боевой подготовки. В результате грамотной боевой работы он смог сделать главное – выиграл время. Через час на небольшую полосу земли между ранеными спецназовцами, зажавшими гранаты на случай появления противника, и боевиками обрушился артиллерийский налет. Его, как выяснилось позднее, вызвал сам Портнягин, хорошо понимавший шансы одного человека против 40 боевиков. За короткое время между обстрелом позиций к месту боя подошла еще одна группа спецназа с тяжелым вооружением и двумя БТР. Большими калибрами боевиков буквально прижали к земле, после чего началась эвакуация раненых товарищей из группы Портнягина. Раненых, но не убитых. Денису Портнягину удалось в этом неравном бою сохранить жизнь каждого своего товарища. Вместе с нашими спецназовцами подошло подкрепление и сирийских военнослужащих. Увиденное по-настоящему шокировало офицера армии осада лейтенанта Абу Ашрафа, который запомнил тот момент до мелочей. «Мое сердце замерло, когда я увидел российских военных, каждый из которых сжимал в руках гранату, готовый взорвать себя, но не пропустить боевиков к этому пункту. Они все – настоящие мужики, храбрые, как львы», – сказал позднее лейтенант. Еще через 10 минут над местом бойни появились два штурмовика Су-25, дежуривших в небе соседнего квадрата. Понимая бесполезность борьбы и содрогаясь под ударами подкрепления, террористы бросили раненых и убитых, и что есть сил, ринулись бежать. Последовавшая немногим позднее зачистка поля боя показала, что Денис Портнягин в одиночку отразил удар трех волн атакующих и уничтожил 14 боевиков. Досье. Портнягин, Денис Олегович. Родился 19 октября 1989 года в селе Николаевка близ Ивантеевки Ивантеевского района Саратовской области. Родители Олег Иванович и Людмила Анатольевна Портнягина. Отец занимает должность директора ООО «Нептун», специализирующегося на водопроводных работах. Младший брат Дмитрий служил во внутренних войсках МВД России. Живет в Ивантеевке вместе с семьей. В 2018 году родители Портнягинах были занесены на доску почета лучшей семьи губернии, как воспитавшей двух сыновей. В 1996 году пошел в среднюю школу Ивантеевки. Занимался спортом, интересовался техникой и военным оружием. По окончании школы в 2006 году поступил в Самарский авиационный техникум, где досрочно сдал экзамены и, не дожидаясь получения диплома, в 2009 году ушел по призыву в армию. После прохождения срочной службы в подразделении войск специального назначения в Нижегородской области, в 2010 году начал работать в Самаре на производстве, а в 2012 году решил пойти на контрактную военную службу. Был зачислен в отряд специального назначения «Витязь», получил краповый берет, воинское звание «Ефрейтор». За уникальный во всех смыслах бой 28 декабря 2017 года «Ефрейтор Портнягин» был награжден медалью «Золотая звезда» и званием Героя России. Награждение Героя проводил лично президент России Владимир Путин, которому доложили все обстоятельства тяжелейшего боя. 4 января 2018 года Портнягин был торжественно встречен на родине, в Николаевке, в Сельском доме культуры. 13 января там же, в средней школе имени Кузьмина, прошел турнир по волейболу имени Портнягина. С упоминанием его имени были связаны многочисленные торжественные и учебные мероприятия местного масштаба. По информации из открытых источников, Денис Портнягин продолжает службу в силах специальных операций по сей день. Добавим, что 18 августа 2017 года сирийская армия при поддержке ВКС России завершила окружение боевиков у города Акерабат. Стратегическая высота, на которую спецназ не дал проникнуть вооруженным до зубов террористам, позволила замкнуть кольцо окружения, и Акерабатская группировка боевиков, как и планировалось, оказалась в котле. К началу сентября 2017 года Акерабатский котел, или, как его еще называют военные, Акерабатский корма, был полностью зачищен от боевиков. Значительная часть Сирии, где жили сотни тысяч мирных граждан, оказалась полностью освобождена от террористов. И хотя операцию по освобождению Акерабата называют рядовой операцией этой войны, ее реальная важность и ценность гораздо выше, чем было принято считать. Начальник сектора военной политики и экономики Российского института стратегических исследований Иван Коновалов в сентябре 2017 года отметил, что Акерабатский котел можно считать одним из ключевых эпизодов в войне правительственных сил против террористов. Уничтожение противника в этом районе, причем крупной группировки, безусловно влияет на баланс сил. Со временем это окажет влияние на развитие войны, особенно на взятие населенного пункта Дейр-Эс-Зор, который является последним крупным опорным пунктом ИГИЛ. Подобные успешные акции всегда имеют значение. Уничтожается живая сила противника, техника. Чем чаще проводятся подобные операции, тем ближе конец войны, пояснил тогда эксперт. Участие российских ВКС в принципе изменило весь ход войны и оказывает на нее влияние и сейчас, добавил Коновалов. Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Ивэран Константин Труевцев в свою очередь отметил, что Акерабат под контролем ИГ раскалывал страну надвое. Уничтожен очень опасный выступ, который раскалывал страну надвое. С этой возвышенности можно было сойти на Хомс, Хану, Дамас или Ливан. Это стратегическая победа. Теперь все террористы заперты в провинции ДРС-Зор. На других территориях присутствия ИГ больше нет. Без содействия ВКС сделать это было бы гораздо сложнее. Они били по пунктам связи и снабжения террористов, пояснил эксперт. Друзья, а как вы считаете, какую роль в дальнейшем развитии событий сыграла битва за Акербат? Высказывайте свою точку зрения по этому поводу в комментариях под видео. А мы продолжим. Добавим, что это был не единичный случай за всю историю спецопераций в Сирии, когда российские бойцы вызвали огонь на себя. Так, в марте 2016 года боец ССО Александр Александрович Прохоренко доказал всему миру, что их часть элитная не только благодаря навыкам и экипировке, но и благодаря воинскому духу. Он сообщал координаты складов бандитов в провинции Хомс. Боевики вычислили его позицию и окружили Александра. Он отстреливался так долго, как только мог, но когда понял, что иного выхода уже нет, вызвал на себя огонь артиллерии. Он погиб, но забрал с собой немало врагов. За этот подвиг ему посмертно было присвоено звание Героя России. 16 против 300 – это еще один подвиг, который прославил ССО. Тогда горстка из 16 бойцов была вынуждена противостоять наступлению более трехсот террористов. Дело было под Алеппо. Одна из многочисленных вражеских группировок атаковала сирийские правительственные войска на этом участке. В один из дней наши бойцы, как обычно, находились в районе расположения сирийской армии, как вдруг начался мощный артобстрел. Сирийцы отступили, чем не применули воспользоваться боевики. Они планировали взять господствующую высоту, однако внезапно оказались под огнем. Выяснилось, что в отличие от сирийцев, 16 бойцов ССО не побежали, а приняли бой. Батальон боевиков использовал артиллерию. На позицию был также отправлен шахид-мобиль под прикрытием бронетрактора. Били из танков, гардов, штурмовали из двух БМП, но наши солдаты уничтожили всю эту технику с помощью управляемых ракет. В первый день они отбили более четырех атак. Ночью бойцы заминировали подходы, что стало большой неприятностью для боевиков. На следующий день террористы предприняли еще несколько безуспешных вылазок. За полтора дня было отражено около десяти атак, после чего враги отступили. Наши вышли из боя без потерь. Как вы относитесь к тому факту, что российские военные гибнут на территории Сирии? Старший военный советник в звании генерал-майора Вооруженных сил России Вячеслав Гладких погиб 18 августа 2020 года в Сирии в результате недостаточно аккуратных действий военных при выполнении своей задачи. В следствии этого колонна с находившимся в ней военачальником попала в ловушку, пишет в материале для Евразия Дейли военный аналитик Леонид Нерсисян. Что на самом деле стало причиной гибели генерал-майора? Стала ли атака со стороны российских ВКС позиций террористов в Сирии местью за гибель Вячеслава Гладких? Сегодня ответим на эти вопросы, а также постараемся воссоздать хронику всех событий 18 августа и представим мнение экспертов. Мировым СМИ практически сразу стали доступны кадры видео, на которых видно, что колонна техники стоит на дороге, а вдоль нее идут несколько человек, один из которых говорит на русском языке. В тот момент, когда люди проходят мимо одной из машин, срабатывает взрывное устройство. Отмотаем хронологию событий немного назад. По словам источников в Генштабе Министерства обороны, Вячеслав Гладких был одним из тех, кто разрабатывал операцию по освобождению Пальмир. На момент гибели он выполнял обязанности старшего группы военных советников, помогавших сирийским командирам в борьбе с незаконными вооруженными формированиями в ДРС Зоре. Официально колонна, о которой идет речь, возвращалась к гуманитарной миссии. Взрыв произошел возле нефтяного поля Ат-Тайм, как раз недалеко от города Дейр-Эззор на севере Сирии. Генерал-майор скончался от тяжелых ран во время эвакуации и попытки оказать ему медицинскую помощь. Еще двое российских военнослужащих были ранены. Среди сирийских военных также есть погибшие и раненые. Это командующий национальной обороной города Аль-Миядин Мухаммад Айсар Аз-Захир и его подчиненные. Практически сразу Следственный комитет России завел дело по факту гибели в Сирии Вячеслава Гладких и ранений еще двух военных. Силами следователей СК, которые несут сейчас службу в Сирии, будут установлены все детали преступного посягательства в рамках расследования уголовного дела. Установить виновных в гибели и ранении наших военнослужащих не только служебный долг, но и дело чести, сообщили в Следственном комитете. Председатель ведомства Александр Бастрыкин подчеркнул, что каждое преступление, совершенное против российских военнослужащих в Сирии, расследуется СК России тщательным образом с привлечением и присодействием компетентных органов этого государства, согласно ранее достигнутым соглашениям. Эксперты говорят, что, возможно, российскому генерал-майору просто не повезло, и он наткнулся на давно установленную и позабытую мину. В свое время территории активно минировались как боевиками, так и правительственными войсками без составления карт. После этого саперам пришлось обезвредить множество зарядов, но нельзя исключать, что они могли что-то пропустить. В то же время есть версия, что генерал-майор Гладких погиб вследствие хорошо спланированной акции террористов. Военный аналитик Леонид Нерсисян, посмотрев кадры видео, отметил, что взрыв произошел не непосредственно во время движения гуманитарной колонны, а тогда, когда она остановилась у ранее подбитого тягача, и российский генерал вместе с командующим национальной обороны города Аль-Мия-Дин Мухаммадом Тайсаром Аз-Захиром вышел из машины. Таким образом, считает Нерсисян, гибель военных произошла не из-за недостаточной защищенности техники, на которой они передвигались, а вследствие их неосторожности при осмотре сгоревшего тягача. По мнению аналитика, сила взрыва говорит о том, что джихадисты, скорее всего, использовали не штатную противопехотную мину, а самодельное взрывное устройство. Вероятнее всего, террористы просто заминировали территорию вокруг подбитой сирийской техники, а колонна не проявила должного внимания и попала в ловушку, заявил эксперт. Также он пояснил, что в таких обстоятельствах обочину дороги сначала должны были проверить профессиональные саперы, и только после этого командный состав мог покинуть свои бронеавтомобили, которые способны защитить и от мин, и от самодельных фугасов. С другой стороны, подчеркнул Нерсисян, учитывая ситуацию в Сирии и затяжной характер продолжающейся там гражданской войны, нельзя исключать и версию с предательством. Командный состав могли специально заманить на мины, однако этот вариант менее вероятен, считает аналитик. Для справки. Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта – правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, так называемая «умеренная оппозиция» и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны. Россия помогает правительству Асада. Вячеслав Гладких стал третьим генералом, вернувшимся на родину грузом 200. Почему российская армия не может обеспечить безопасность даже высокопоставленных военных советников, несмотря на то, что объявила о полном разгроме боевиков еще в 2017 году? Как вы считаете, друзья? Высказывайтесь в комментариях под видео по этому вопросу. А мы продолжим. Чтобы быть объективными, мы не можем пройти мимо еще одной версии гибели генерал-майора Вооруженных сил. Это практически конспирологическая теория, но она имеет право на жизнь, так как подтверждается некоторыми совпадениями. Итак, во-первых, видеозаписи с кадрами инцидента. Его качество хоть и невысокое, но есть несколько неопровержимых фактов, которые она содержит. Момент номер один. Все-таки взрыв произошел не во время движения колонны, а в момент остановки, когда российский генерал и сирийские военные вышли из автомобилей. Соответственно, трагедия произошла не вследствие недостатков защищенности какого-либо типа военной техники. Момент номер два. На видео виден сгоревший тягач, вероятно, он был подорван или подбит накануне, который мог вполне быть запланированной точкой назначения колонны, либо одной из таких точек. Момент номер три. Колонна не очень похожа на гуманитарную, хотя наверняка об этом говорить сложно. С близкого расстояния виден один сирийский пикап с установленной в кузове автоматической зенитной пушкой ЗУ-23-2. Гражданскую технику при очень коротком и недолгом кадре, в которую попадает вся колонна, разобрать невозможно. Согласно некоторым источникам, колонна занималась поиском пропавших сирийских военнослушащих. В частности, об этом пишет на своем официальном сайте информационный центр разведки и терроризма имени Миира Амита при Израильском разведывательном центре наследия и памяти. В Сирии возле Дейр-Эс-Зора было приведено в действие самодельное взрывное устройство против конвоя российской армии, возвращавшегося из гуманитарной миссии. В результате был убит высокопоставленный российский офицер в звании генерал-майора и ранены два российских военнослужащих. По всей видимости, это были совместные силы русских и сил обороны Родины, поддерживающих сирийскую армию, которая занималась поиском пропавших без вести сирийских боевиков. Друзья, а как вы считаете, чем на самом деле занималась российская колонна в Сирии? Высказывайте свои предположения по этому поводу в комментариях под видео. А мы идем дальше. Во-вторых, обращают на себя внимание ряд нестыковок в официальных сообщениях в СМИ. Например, развернутый в Сирии российский Центр по примирению враждующих сторон ежедневно распространяет сводки, в которых довольно подробно рассказывает о гуманитарных акциях, обстрелах, сдавшихся боевиках. При этом ни 18, ни 17 августа, ни несколькими днями ранее Центр не сообщал о проведении гуманитарных акций в провинции ДРС-Зор. Продолжим анализировать события. Известно, что 18 августа министру обороны России Сергею Шойгу позвонил министр обороны США Марк Эспер. Согласно официальной формулировке, министры обсудили вопросы укрепления мер доверия и транспарентности с целью предотвращения инцидентов в ходе военной деятельности сторон. Можно допустить, что поводом для такого разговора министров стала гибель российского генерала в Сирии. Дело в том, что большая часть провинции ДРС-Зор контролируется курдскими вооруженными формированиями, которых поддерживает США. Возможно, что российский генерал и сирийские военные пали жертвами именно курдских ополченцев. И министр обороны США посчитал необходимым позвонить своему российскому коллеге и принести соболезнования, стараясь таким образом сгладить косвенную вину США. Еще один нюанс. Возможно, повторимся, но все же смотрите. Что касается момента взрыва, то, судя по его силе, речь не идет об использовании штатной противопехотной мины. Взрыв оказался достаточно мощным и вызван с большой долей вероятности самодельным устройством. Вероятнее всего, террористы просто заминировали территорию вокруг подбитой сирийской техники, а колонна не проявила должного внимания и попала в ловушку. По словам бывшего морского пехотинца ВС США Ваграма Терзигяна, подобные ловушки очень часто встречались и в Афганистане. Чаще всего талибы минировали территорию вокруг подбитой техники афганских правительственных сил, при этом детонировали самодельные взрывные устройства либо от сигнала по проводам, либо от давления, как противопехотные мины. В пользу так называемого «американского следа» гибели российского генерала некоторые трактуют и произошедший 25 августа инцидент. В тот день машина российских военнослужащих врезалась в американский автомобиль. В результате столкновения несколько военных США получили травмы, похожие на сотрясение мозга. Американские СМИ отмечают, что ДТП произошло на востоке страны в установленной зоне безопасности, где действуют силы США и где российская сторона ранее обязалась прекратить свои операции. Высказываются предположения, что российский водитель намеренно протаранил машину с американцами. Якобы это был акт устрашения соперников, дабы наглядно показать им тот гнев, который испытало российское командование в Сирии в связи с гибелью генерала Гладких. Так или нет, на самом деле, неизвестно. Но повторимся, что данный вариант развития событий имеет право на жизнь. Друзья, если у вас есть свои предположения по поводу причины гибели российского генерала, поделитесь ими в комментариях под видео, а мы идем дальше. Каким он был? Вячеслав Гладких Вячеслав Владимирович Гладких – уроженец города Ковров Владимирской области. Был командиром 7-й отдельной гвардейской танковой, краснознаменной, орденов Суворова, Кутузова, Александра Невского, Оренбургской казачьей бригады. Дислоцируется в городе Чебаркуль, Челябинской области, в составе 90-й гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа. Затем командиром 21-й отдельной гвардейской мотострелковой Омско-Новобургской, краснознаменной, ордена Богдана Хмельницкого бригады. Дислоцируется в селе Тотское Оренбургской области, в составе 2-й гвардейской общевойсковой армии ЦВО. Работу по патриотическому воспитанию молодежи он поддерживал не по долгу службы, а по велению сердца. Он был гражданином своей страны не по паспорту, а по призванию, по своему глубокому убеждению. Это был пример надежного соратника, ответственного офицера, внимательного и всегда открытого для общения с родителями солдат человека. Он был достойным командиром, достойным другом. Таких очень мало. Любимой из курсантских времен для Вячеслава Гладких была маршевая песня «Мы русские». Он не только пел ее, но и жил словами из этой песни. «Мы русские, русские не продают, За родину последний вздох, Мы русские, русские идут, Мы русские, русские идут». Что бы с ним ни было, он служил своему народу, защищая его, рассказал комсомольской правде председатель Совета шефов воинских частей Челябинской области Игорь Михайлов. 12 декабря 2016 года Гладких получил звание генерал-майор. С отличием окончил военную академию в Москве и поехал в Забайкалье, чтобы служить на посту заместителя командующего 36-й общевойсковой армии в составе Восточного военного округа. Вскоре был направлен в командировку в Сирийскую Арабскую Республику, где принял участие в российской военной операции в качестве старшего военного советника при вооруженных силах Сирии. Он – один из разработчиков плана успешной операции по освобождению Пальмиры. Генерал-майор Гладких представлен государственной награде посмертно. Военный корреспондент, основатель проекта «Воргонзо» Семен Пегов рассказал, каким был Вячеслав Гладких. Так, по словам эксперта, военный советник сражался вместе с пацанами на передовой. «Сегодняшнее поколение генералов относительно молодо», – считает Семен Пегов. «Вячеслав Гладких также не был пожилым человеком, это действительно элита страны», – продолжает он. «Она именно потому и элита, что не прячется от пуль, не прячется от мин где-то в тылу, а действительно готова со своими ребятами, со своими пацанами находиться на передовой. И такие генералы – это действительно золото нашей страны. Мы их, конечно, должны беречь, а главное, мы должны сохранять о них память», – говорит Пегов. «Сегодня общественность очень мало знает о русских героях, погибших в Сирии», – с ожелением, добавляет эксперт. «Конечно, есть определенная секретность, но когда человек героически погиб, и его задание так или иначе, его служба совершилась, о нем стоит рассказать. О таких людях надо снимать фильмы, подробнее рассказывать о том, как и что с ними произошло, чтобы родственники понимали, что их близкий человек погиб не просто на бумаге и остался в архивах Министерства обороны, а что о нем знает вся страна. И на примере таких героев должны расти новые поколения солдат, новые поколения российских патриотов. Поэтому я считаю, что в этом смысле, к сожалению, у нас очень большие недоработки», – высказывает свою точку зрения Семен Пегов. 25 августа стало известно о том, что российские боевые самолеты, поддерживаемые военно-воздушными силами САР, нанесли удары по позициям ИГИЛ в восточной части Хомса, в результате чего были разрушены укрытия террористической группировки вблизи административной границы провинции Дейр-Эс-Зор. Воздушно-космические силы России активизировали свои действия в центральной части Сирии после того, как джихадисты устроили засады против сирийской армии и национальных сил обороны в сельской местности Аль-Маядин и в районе Бадия-Аль-Сухна. В операции также были задействованы спецназ и артиллерия. Сирийские военные ликвидировали несколько сотен боевиков, уничтожили их склады с оружием и укрытия. Ударами авиации ВКС России и ВВС Сирии, огнем, артиллерии и действиями разведывательно-поисковых групп специального назначения в районе Белой пустыни, было ликвидировано 327 боевиков, уничтожено 134 укрытия, 17 наблюдательных пунктов, 7 складов с материальными средствами и 5 подземных хранилищ вооружения и боеприпасов. Как сообщили СМИ, операция ВКС РФ стала ответом на гибель генерал-майора Вячеслава Гладких. Борисоглебский. Она коренная жительница этого города. В 2014 году у супругов родилась дочь. В последние годы они жили в поселке Черниговка по месту службы супруга, недалеко от Владивостока. Военный городок состоит из 9 панельных пятиэтажных домов. Перед командировкой в Сирию Роман привез супругу и дочь в Воронеж. Более детальная информация о пилоте неизвестна. Все-таки он был боевым офицером, и значительную часть личной жизни приходилось скрывать. Друзья, если вы были знакомы с Романом, то расскажите о нем в комментариях под видео, каким он был человеком в обычной жизни, другом. А мы продолжим. Дата и причины смерти. 3 февраля 2018 года пара российских штурмовиков Су-25СМ поднялась в воздух для выполнения боевой задачи. Согласно приказу, самолеты должны были совершить облет районов деэскалации Идлиба и подтвердить о прекращении огня. Возвращаясь на базу, у города Сиракиб штурмовик Романа Филиппова был атакован зениткой с джихад-мобиля. Однако серьезно повредить самолет боевики не смогли. Дублирующим залпом из переносного зенитно-ракетного комплекса системы «Стингер» самолет был сбит. Снаряд попал в двигатель. Пилот не растерялся и сообщил на командный пункт о повреждении машины после атаки. Как рассказал позднее ведомый командир «Развина штурмовиков Су-25СМ» майора Романа Филиппова, командир сообщил, что в него попали недрогнувшим голосом. Далее, несмотря на то, что ведомый получил приказ уходить в облака, он не стал этого делать. Подбитый самолет горел и терял высоту. Пилоту ничего не оставалось, кроме как катапультироваться. Парашютист приземлился в оливковой роще, боевики кинулись к месту его посадки. Ведомый прикрывал Филиппова огнем с воздуха, уничтожив два джихад-мобиля с повстанцами. Прикрывал до тех пор, пока у него не закончилось практически все топливо. «Конечно, я не ушел. Бросить командира – последнее дело. Когда ПЗРК сработал по машине командира, все условности были отброшены. Я всегда прикрывал командира в воздухе. Надо было это сделать и на земле, когда он уже принял бой. Место приземления командира я видел, но самого боя нет, были сумерки. Уходить пришлось с аварийным остатком топлива, которого хватало, чтобы только дотянуть до аэродрома», – рассказал он. Роман принял неравный бой. Он успел отстрелять полторы обоймы из табельного Стечкина. Подавляющий огонь противника заставил укрыться летчика. Предполагая, что пилот мертв, ранен или собирается сдаться в плен, боевики начали приближаться к месту огневой точки российского офицера. Подпустив врага поближе, раненый майор достал гранату и выкрикнул. «Это вам за пацанов». Затем резко рванул чеку, на этом его жизнь оборвалась. Ответный высокоточный удар ВС России уничтожил порядка 30 боевиков. За чистку территории и забрать тело российского пилота выдвинулись сухопутные силы российской армии, поддерживаемые с воздуха ВКС России. Где похоронен? 6 февраля 2018 года тело погибшего Романа Филиппова доставили на Чкаловский аэродром, находящийся в Подмосковье. Спустя два ДВКС России Романа Филиппова, который пожертвовал своей жизнью, чтобы не попасть в плен к террористам, поразили американского ветерана, бывшего медика и члена экипажа самолета ВВС США Стива Солу. В интервью Russia Today бывший военный признался, что не знает, хватило бы ему смелости поступить так же. А вам, друзья, хватило бы? Как вы думаете? Делитесь своими предположениями в комментариях под видео. Мы же пойдем дальше. В интервью телеканалу Russia Today Стив Солу особенно отметил смелость и доблесть российского военнослужащего, который принял решение подорвать себя гранатой, чтобы не попасть в плен к террористам. «Принять это решение крайне сложно, и я отдаю должное его доблести. Он поступил так, как было необходимо», — заявил Солу. Американский ветеран также выразил сожаление, что не знал Филиппова лично. Майор Филиппов сознавал, какая участь могла ожидать его, и помнил о судьбе своих сослуживцев. «Боевыми товарищами очень дорожишь. Буквально на все ради них готов даже рискнуть своей собственной жизнью. Филиппову пришлось пожертвовать собой. Не знаю, хватило бы мне смелости поступить так же. Погиб замечательный человек. Жаль, что я не знал его лично», — сказал ветеран из США. Потрясенный подвигом Филиппова, Стив Соло предложил также свою помощь вдове и дочери российского летчика, выразив при этом уверенность, что Минобороны России позаботятся о семье погибшего. Почему наши военные не спасали летчика Романа Филиппова, используя боевой опыт Афганистана? Экс-заместитель главкома ВВС России генерал-полковник Николай Антошкин в интервью газете «Взгляд» вспомнил подобный случившемуся с Филипповым случай в Афганистане. Два его сослуживца участвовали в боевом вылете. Самолет командира был сбит, но его напарник осуществлял прикрытие с воздуха, пока не прилетели вертолеты и не эвакуировали приземлившегося летчика. Как сообщил источник МК близкий к Минобороны, поисково-спасательная группа всегда дежурила на базе, но не успела добраться до места падения штурмовика Филиппова, так как ей пришлось двигаться на наземном транспорте, а не пользоваться вертолетами. Это, по мнению эксперта, в районе с действующими группировками было бы самоубийством. В кресле катапультирования Филиппова находился носимый аварийный запас, предназначенный для выживания в экстремальных условиях. Также присутствовал аварийный радиомаяк Камар-2М, который автоматически сработал при катапультировании. Неизвестно, был ли у Филиппова автомат АКСУ, так как сообщается, что он отстреливался из табельного пистолета Стечкина. Если и был, то возможно, что он не успел им воспользоваться. Состав носимого аварийного запаса может различаться, много дополнительного вооружения в него поместить нельзя. Катапультировавшийся Филиппов должен был замаскироваться и дожидаться поисково-спасательной группы, но был вынужден принять бой с подоспевшими на место крушения террористами. Николай Антошкин, посещавший базу Хмеймим, прокомментировал оснащение летчиков в Сирии следующим образом. К сожалению, причины гибели пилотов-штурмовиков что в Афганистане, что на Северном Кавказе, что теперь остаются те же. Я, когда бывал в Сирии, просил, чтобы пилотам выдавали краткоствольные автоматы, а может и больше гранат. Это всегда нужно в бою. Хоть на войне никогда не бывает стопроцентной гарантии возвращения с боевого задания, но к этому надо стремиться. А пока что с нами больше нет Романа Филиппова. Старший лейтенант Александр Прохоренко, неделю в одиночку корректировавший огонь российской авиации в самом тылу противника в районе Пальмиры, попал в окружение террористов. Боевики засекли его укрытие и постарались взять военного в плен. Но тот принял неравноценный бой и в момент, когда боеприпасы уже были на исходе, попросил командование нанести авиаудар по своим координатам. Восхищенные поступком Александра Прохоренко западные СМИ назвали его «русским Рэмбо». Однако для некоторых россиян параллель с голливудским персонажем показалась оскорбительной. Для них он герой России, который отдал свою жизнь служа Родине. Однако, как бы ни называли старшего лейтенанта, его слова «вызываю огонь на себя» стали символом самоотверженности не только в нашей стране, но и во всем мире. 11 апреля 2016 года ему посмертно было присвоено звание Героя Российской Федерации. Власти Оренбурга приняли решение назвать одну из улиц города именем Прохоренко. Мемориальную доску в честь героя установили на здании казармы, где он жил. Именем Александра Прохоренко также названа школа, в которой он учился. 24 ноября 2015 года на поиске летчиков сбитого бомбардировщика Су-24М вылетели вертолеты ВКС России. В ходе операции один из них, Ми-8 АМТШ, был поврежден обстрелом с земли. На его борту погиб морской пехотинец-контрактник матрос Александр Позынич. Вертолет совершил вынужденную посадку на нейтральной территории. Экипаж и личный состав поисково-спасательной группы были эвакуированы. Сама машина позднее уничтожена минометным огнем с территории подконтрольной бандформирования. Матрос Александр Позынич посмертно был награжден Орденом Мужества. Позынич был похоронен на Аллее Воинской Славы родного города Новочеркасск. Мемориальные доски в память о погибших в Сирии командире бомбардировщика Су-24М Олеге Пешкове и морпехе Александре Позынича установили на федеральной трассе Амур Чета-Хабаровск возле села Вожжаевка Амурской области. Матрос Александр Позынич Ростовская область Дата смерти 24 ноября 2015 года Возраст на момент гибели 29 лет Евгений Далгин и Рифагать Хабибуллин Последняя атака летчиков Асов Летчики Евгений Далгин и Рифагать Хабибуллин погибли в Сирии 8 июля 2016 года отражая атаку террористов под Пальмирой. Как рассказали позже в Министерстве обороны в этот день крупный отряд боевиков Исламского государства атаковал позиции сирийских войск восточнее Пальмира. Прорвав оборону, террористы смогли захватить господствующие высоты. В это время Хабибуллин и Далгин совершали облет сирийского вертолета Ми-25. Командир экипажа Хабибуллин принял решение атаковать террористов. Грамотными действиями российского экипажа наступление террористов было сорвано. В селе Вязовый Гай Ульяновской области его уроженца-летчика аса Рифагатя Хабибуллина вспоминают как человека доброго и скромного, который не любил рассказывать о своих подвигах и военных операциях, в которых участвовал. Но сегодня о его подвиге знают и гордятся им не только земляки и сослуживцы. Памятный знак с именем Рифагатя Хабибуллина установлен в районном центре поселки Старая Кулатка, рядом с памятником воинам, погибшим в Чечне и Афганистане. Рифагатя Хабибуллин посмертно награжден орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени с мечами, двумя орденами мужества, орденом за военные заслуги и орденом за проявленное мужество, Ульяновская область. Еще одна памятная доска появилась 3 сентября на стене школы в поселке Соколовый в память об ее ученике Евгении Долгине. Евгений Долгин был уроженцем Саратовской области, в последнее время жил в Псковской области. Погибший летчик был похоронен на кладбище в его родном поселке Соколовой в Саратовской области. Полковник Рифагать Хабибуллин, Ульяновская область. Дата смерти – 8 июля 2016 года. Возраст на момент гибели – 51 год. Лейтенант Евгений Долгин, Саратовская область. Дата смерти – 8 июля 2016 года. Возраст на момент гибели – 24 года. Друзья, если вы были лично знакомы с кем-то из наших сегодняшних героев, то, досмотрев видео до конца, расскажите о них в комментариях, какими они были в мирной жизни. А мы продолжим. Иван Черемисин. 1 февраля 2016 года в результате минометного обстрела террористами ИГИЛ одного из соединений сирийской армии получил смертельное ранение российский военный советник, подполковник Иван Черемисин. По данным Министерства обороны РФ, офицер выполнял задачи по оказанию помощи сирийской армии в освоении нового вооружения, поставляемого в рамках действующих межгосударственных контрактов военно-технического сотрудничества. Впервые официальное обывание Черемисине стало известно 17 марта 2016 года на церемонии награждения участников операции. Военнослужащий был посмертно представлен в государственной награде. Подполковник Иван Черемисин. Иркутская область. Дата смерти – 1 февраля 2016 года. Возраст на момент гибели – 42 года. Антон Ерыгин. Антон Ерыгин весной этого года вместе с другими сослуживцами попал под обстрел боевиков во время сопровождения автомобиля Российского центра примирения враждующих сторон в сирийской провинции Хомс. Антона быстро доставили в госпиталь, где российские военные медики в течение двух суток боролись за его жизнь, но спасти не смогли. Его похоронили с воинскими почестями 12 мая на кладбище села Чертовицы под Воронежем. За мужество и храбрость, проявленные при выполнении боевой задачи, Антон Ерыгин награжден орденом мужества посмертно. Жители села, где родился Антон, выступили с предложением увековечить память героического земляка. И власти уже приняли решение назвать в честь Антона Ерыгина одну из улиц в Чертовицах. Кроме того, городская комиссия по культурному наследию приняла решение установить в фойе лицея номер восемь в Воронеже, где учился Ерыгин, мемориальную доску. Имя героя также появится в списке у памятника погибшим воронежским воинам-интернационалистам. Сержант Антон Ерыгин. Воронеж. Дата смерти – 7 мая 2016 года. Возраст на момент гибели – 31 год. Андрей Тимошенков. 15 июня 2016 года в провинции Хомс военнослужащий охранения гуманитарного конвоя Российского центра примирения враждующих сторон в Сирии Андрей Тимошенков предотвратил прорыв к месту выдачи гуманитарной помощи, начиненного взрывчаткой автомобиля. Когда автомобиль смертника напичканной взрывчаткой внезапно рванул на толпу, получавшую гуманитарную помощь, Андрей наверняка успел бы отпрыгнуть в сторону. Выучки хватало. Но он встал на пути машины и открыл огонь из стрелкового оружия. На том месте и произошел страшный взрыв. При взрыве управляемого смертником автомобиля Тимошенков получил несовместимое с жизнью ранение и скончался 16 июня. Множество мирных сирийских жителей наверняка теперь вспоминают его в своих молитвах. Своими жизнями они обязаны этому российскому парню. Награжден орденом мужества посмертно. Сержант Андрей Тимошенков. Кировская область. Дата смерти 16 июня 2016 года. Возраст на момент гибели 28 лет. Михаил Широкопояс. 16 июня 2016 года была официально подтверждена гибель младшего сержанта Михаила Широкопояса. Он был направлен в Сирию в апреле 2016 года. Через месяц получил ранение в результате разрыва мины в провинции Алеппо. Военные врачи оперативно оказали медицинскую помощь, он был доставлен в военный клинический госпиталь в Москву специальным самолетом Минобороны России. За жизнь Михаила боролись лучшие врачи главного военного клинического госпиталь имени Бурденко, но ранение оказалось несовместимо с жизнью. Военнослужащего посмертно представили к ордену мужества. 35-летнего Михаила похоронили в Серошево-Амурской области 11 июня с воинскими почестями. У младшего сержанта остались жена, 13-летняя дочь, родители и сестра. Младший сержант Михаил Широкопояс. Амурская область. Дата смерти – 7 июня 2016 года. Возраст на момент гибели – 35 лет. Русский дух веками ковался в битвах за Родину, воспитывая такие качества, как бесстрашие, самоотверженность, справедливость. В россиянах живет память о предках, защищавших страну на фронтах Великой Отечественной войны и уничтоживших угрожающий всему миру нацизм. С такой исторической закалкой россияне не могли проигнорировать борьбу с терроризмом в Сирии. Погибшие российские офицеры уже не смогут обнять своих потерей, поцеловать жен, прогуляться с детьми. Они ушли выполнять свой воинский долг и не вернулись, напомнив всем о таком понятии, как честь русского офицера. Все подвиги, совершенные нашими ребятами в Сирии, перечислить вряд ли возможно. Число героев России, получивших это звание за свои действия в Арабской Республике, перевалило уже за два десятка. Кто-то из них получил награду посмертно, как наши сегодняшние герои. А в целом их сотни, если не тысячи, простых солдат, которые ежедневно выполняли свой долг за тысячу километров от Родины, рискуя собственной жизнью. Сегодня каждый россиянин уверенно может назвать главным подвигом своих соотечественников в Сирии освобождение страны от террористов. Именно благодаря солдатам и офицерам из России, простым летчикам, инструкторам и саперам республика, находившаяся еще несколько лет назад на грани развала, получила шанс перейти к мирному восстановлению. Именно благодаря им террористическая угроза не расползлась по всему миру и была уничтожена практически в зародыше. Почти минуты молчания всех, кто отдал свою жизнь, выполняя воинский долг и сражаясь с терроризмом. Субтитры сделал DimaTorzok Жизнь за мир. Большая ли это цена за победу в масштабах войны? Все мы прекрасно знаем, что Ближний Восток столкнулся с очень серьезной проблемой – распространением терроризма. От рук боевиков, запрещенной в России экстремистской организации «Исламское государство», гибнут мужчины, женщины и дети. Террористы учиняют казни, берут пленников, уничтожают древние исторические постройки, захватывают города и целые поселения, блокируют дороги и торгуют полезными ископаемыми. Правительственные войска Башара Асада на протяжении нескольких лет едва справлялись с натиском боевиков. Но, увы, террористы не собирались ограничиваться присутствием на одном лишь Ближнем Востоке. Они запускали свои щупальца во многие страны, вербуя новых членов и распространяя свое влияние. Остановить эту чуму 21 века значило спасти мир от многих бед. И многие наши соотечественники осознавали опасность, нависшую в том числе и над нашей страной. Поэтому военнослужащие из разных городов России отправились в Сирию, чтобы отважно наравне с местной армией уничтожать боевиков на оккупированных ими территориях. К сожалению, в такой жестокой войне от смерти никто не застрахован. За время боевых действий на территории Сирийской Арабской Республики погибло несколько десятков российских военных. Сегодня и никогда далее в будущем не нужно забывать, что эти герои отдали жизнь за светлое и мирное небо над нашими головами. Они боролись не только на благо России, но и на благо всего мира. Эти мужчины и женщины спасли нашу страну от кошмарной и ужасной участи, которая могла бы ожидать нас в случае распространения терроризма. Это не многие осознают, но тем не менее это так. И сегодня мы вспомним о невероятных подвигах героев России в Сирии. Но сразу сделаем оговорку. Сегодня в нашем выпуске будут не только те, кому присвоено данное звание. Будут все герои. Потому что герой — это не звание, это характер. Олег Игоревич Архиреев. 1988-2016 год. Капитан. 9 июня 2016 года в Сирии в ходе выполнения боевой задачи получил тяжелые ранения предположительно при подрыве фугаса. По неофициальной информации, Олег был пулеметчиком. При взрыве фугаса он прикрыл собой остальных военнослужащих группы. В результате подрыва мужчина потерял обе ноги и руку. Скончался через два дня в институте имени Бурденко. Ему было 28 лет. Кавалер ордена Кутузова. Посмертно. Максим Плетнев. 1994-2019 годы. Сержант. Погиб 31 января 2019 года при выполнении служебного задания в Сирии в районе провинции Идлиб. Подвиг Максима можно описать так. Он выстрелил управляемым снарядом ПТУРС по ракетной установке противника, который в ответ выстрелил в него. Максим смог бы остаться в живых, если бы покинул свою позицию, тем более, что он видел летящую в него ракету. Но он решил довести ПТУРС до цели и выполнил эту задачу, лишив противника дорогостоящей техники. К сожалению, укрыться при этом от ответного выстрела ему не хватило времени. Валерий Владимирович Федянин. 1971-2017 годы. Полковник. 22 сентября 2017 года при его непосредственном участии осуществлялась доставка гуманитарной помощи в сирийскую Мухафа-Зухама. По ходу движения автомашина, в которой находился Федянин, подорвалась на заложенном на дороге взрывном устройстве. Согласно некоторым публикациям в СМИ, взрыв произошел в результате попадания противотанковой управляемой ракеты. Полковник получил тяжелые ранения рук и ног и немедленно был отправлен в госпиталь. Когда его состояние стабилизировалось, он на самолете был отправлен в Москву в главный военный клинический госпиталь имени Бурденко. Несмотря на усилия врачей, 30 сентября 2017 года полковник Валерий Владимирович Федянин скончался. Похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище в городе Мытище Московской области. Указом президента Российской Федерации полковник Валерий Владимирович Федянин посмертно был удостоен 2-го ордена мужества. Друзья, о следующих героях России Подполковник Олег Пешков, полковник Рефагать Хабибуллин, старший лейтенант Александр Прохоренко, сержант Андрей Тимошенков, морпех Александр Позынич, младший сержант Михаил Широкопояс, сержант Антон Ерыгин, лейтенант Евгений Долгин, подполковник Иван Черемисин мы уже подробно рассказывали в выпуске под названием «Бессмертные герои. Воины России, погибшие в Сирии». Посмотрите его, если по какой-то причине не смогли сделать этого ранее. Мы же дополним список героев следующими именами, тех, кто отдал свою жизнь ради интересов Родины. Алексей Николаевич Гайняк, Фёдор Владимирович Журавлёв, Михаил Мильшин, Сергей Валентинович Бордов, Артём Горбунов, Сергей Александрович Печальнов, Надежда Владимировна Дураченко, Галина Викторовна Михайлова, Максим Александрович Сороченко, Руслан Викторович Галецкий, Игорь Валентинович Коробов, Валерий Григорьевич Осапов, Игорь Евгеньевич Мильянцев, Сергей Игоревич Чернышов, Никита Александрович Шевченко, Павел Андреевич Казаченков, Тимур Альбертович Давлятов, Артём Николаевич Кулеш, Виктор Панков, Александр Александрович Алёшин, Константин Алтунин, Кирилл Сергеевич Ананьев, Александр Антюшин, Алексей Игоревич Арзуманов, Николай Юрьевич Афанасов, Евгений Баранников, Тимофей Станиславович Баранов, Владимир Владимирович Бекиш, Залим Богатырёв, Сергей Валентинович Бордов, Алексей Михайлович Бучельников, Александр Игоревич Бырылов, Руслан Николаевич Гаврилов, Рамзан Героев, Николай Михайлович Григоров, Богдан Александрович Деревицкий, Александр Дмитриев, Дмитрий Дмитриенко, Роман Андреевич Долматов, Александр Дудченко, Валерий Анатольевич Емдюков, Сергей Епифанов, Владимир Вениаминович Еремеев, Игорь Юрьевич Завидный, Ростислав Алексеевич Закаулов, Евгений Александрович Захарченков, Григорий Олегович Зиновьев, Иван Алексеевич Ильчевский, Алексей Викторович Калабухов, Кирилл Карабицкий, Сергей Николаевич Карпунин, Курбан Гусейнович Касумов, Виктор Игоревич Квасенков, Максим Николаевич Колганов, Роман Вадимович Колодей, Иван Коломийцев, Василий Александрович Конев, Евгений Витальевич Константинов, Юрий Львович Копылов, Вадим Александрович Костенко, Вячеслав Кравченко, Дмитрий Иванович Кукушкин, Алексей Ладыгин, Георгий Левчук, Вячеслав Леонов, Вадим Назифович Магомуров, Сергей Александрович Маркин, Валерий Михайлович Матвеев, Вячеслав Микрюков, Михаил Владимирович Моисеев, Сергей Александрович Малянов, Сергей Морозов, Павел Вячеславович Мурлатов, Константин Владимирович Назаров, Алексей Леонидович Наливкин, Марк Антонович Неймарк, Андрей Викторович Алифир, Роман Александрович Павлов, Сергей Сергеевич Петин, Сергей Юрьевич Прошак, Андрей Александрович Полинок, Санал Владимирович Санчиров, Денис Вадимович Сафронов, Алексей Вячеславович Сидунов, Александр Алексеевич Складан, Иван Алексеевич Слышкин, Сергей Геннадьевич Смирнов, Александр Викторович Солопов, Павел Ткаченко, Сергей Владимирович Федун, Александр Филимонов, Батыр Чабдаров, Евгений Владимирович Чагин, Алексей Владимирович Чугунов, Владимир Владимирович Яковлев, Олег Юрьевич Шеламов. Вечная память погибшим. Друзья, если вы знали кого-то из вышеперечисленных нами героев, то обязательно расскажите о нем в комментариях под видео, дополните своей информацией наш сегодняшний выпуск. А мы далее вспомним о живых, ведь один из самых невероятных подвигов на войне – это как раз остаться в живых. Константин Валерьевич Мурахтин родился в 1976 году майор. 24 ноября 2015 года Константин Мурахтин совершал боевой вылет в составе пары на самолете Су-24М с задачей бомбового удара по базе террористов, расположенной на севере провинции Латакия в Сирии. После выполнения боевой задачи в 10.24 по московскому времени самолет Мурахтина с бортовым номером 83 был сбит самолетом F-16 турецких ВВС в районе сирийско-турецкой границы. Оба летчика успели катапультироваться, однако командир экипажа Олег Пешков был обстрелян с земли и погиб во время спуска на парашюте. Константин Мурахтин награжден Орденом Мужества. Сергей Владимирович Суровикин родился в 1966 году генерал-полковник. С марта по декабрь 2017 года был командующим группировкой войск вооруженных сил России в Сирии. В сентябре 2017 года под руководством Суровикина была создана группа по деблокированию окруженного превосходящими силами террористов взвода военной полиции из 29 российских военнослужащих. В результате все окруженные военнослужащие были без потерь выведены из окружения, а террористы понесли большие потери. Под командованием Суровикина удалось достичь существенного перелома в борьбе с террористами и освободить свыше 95% территории Сирии. 11 декабря 2017 года была завершена активная фаза военной операции России в Сирии и начат вывод основного состава группировки войск вооруженных сил России и Сирии. Как отмечают военные эксперты, именно Суровикин сумел переломить ход войны в Сирии и организовать разгром военных формирований террористов. 28 декабря 2017 года президент России Владимир Путин вручил генерал-полковнику Суровикину золотую звезду Героя Российской Федерации. С января по апрель 2019 года был командующим группировкой войск вооруженных сил России в Сирии. Это его второе пребывание в этой должности. В совокупности Суровикин командовал российской группировкой войск в Сирии более года, дольше, чем любой из высших офицеров, занимавших этот пост. Далее расскажем об одной из операций под руководством Сергея Владимировича Суровикина. 19 сентября 2017 года В результате широкомасштабного наступления боевиков, запрещенной в России экстремистской организации «Джебхат Ан-Нусры», в районе города Хама в окружении оказался взвод военной полиции России в количестве 29 человек. Наступление осуществлялось при поддержке танков и боевых машин пехоты. Ему предшествовала мощная огневая подготовка. «За день боевикам удалось вклиниться в оборону правительственных войск на глубину до 12 километров, на фронте — до 20 километров», сообщают тогда в Минобороны, уточняя, что боестолкновения произошли в зоне деэскалации «Эдлиб». По словам начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковника Сергея Рудского, наступление террористов было инициировано американскими спецслужбами с целью остановить успешно развивающееся продвижение правительственных войск к востоку Адыр-Эс-Зора, к гарнизону которого в начале сентября прорвалась сирийская армия. В течение нескольких часов российские полицейские вместе с отрядом племени Муали, которая ранее присоединилась к перемирию, отражали атаки превосходящих сил противника. ОЧП было доложено командующему российской группировкой войск в САР генерал-полковнику Сергею Суровикину. Военачальник решил сформировать группировку по деблокаде «Взводы военной полиции». В ее состав вошли подразделения СССР, военной полиции, укомплектованные выходцами из Северного Кавказа и сирийского спецназа. Возглавил группировку заместитель начальника российского центра по примирению враждующих сторон, герой России генерал-майор Виктор Шуляк. Огневую поддержку военнослужащим оказывали два штурмовика Су-25, которые наносили удары по живой силе и бронетехнике противника с предельно малых высот. В результате атаки российских войск кольцо окружения было прорвано. Занятую террористами территорию отбить не удалось, однако взвод военной полиции и остальные военнослужащие без потерь вышли в район расположения правительственных войск. В ходе операции по деблокаде три спецназовца получили ранения. Все участники боя были представлены государственным наградом. Натиск джебхат Ан-Нусры удалось остановить. За сутки ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение 187 объектам, уничтожено около 850 террористов, 11 танков, 4 БМП, 46 пикапов, 5 минометов, 20 грузовых автомобилей, 38 складов вооружения. Рапортовал в сентябре 2017 года Русской. Успешная работа ВКС и артиллерийских расчетов позволила 5-му десантно-штурмовому корпусу Сирии перейти в контрнаступление и практически полностью восстановить утраченное положение. Стоит отметить, что проявление необычайного мужества и профессионализма всегда было отличительной чертой нашей армии. Операция в Сирии не стала исключением. А вы так не считаете, друзья? Делитесь своими мыслями по этому поводу в комментариях под видео. Мы же продолжим. И скажем, пусть каждый из героев, отдавших свою жизнь за благое дело, покоится с миром. И низкий поклон героям живым. Родина благодарна за их подвиг, и он не окажется напрасным. Терроризм будет повержен. Согласны друзья. Свои комментарии и дополнения по поводу сегодняшнего выпуска оставляйте прямо под этим видео. Герои России, о которых известно далеко за пределами родной страны. Много ли их? Подвиг российского офицера, о котором говорит весь мир. Он погиб под Пальмирой 17 марта 2016 года. Его имя известно многим, ведь он совершил настоящий подвиг. Мужчина пожертвовал своей жизнью, чтобы выполнить свой воинский долг. За это он признан героем Российской Федерации. Посмертно. Считается, что последними словами Александра Прохоренко были «Командир, я окружен, запрашиваю атаку с воздуха на себя». Что предшествовало этим словам? Как жил герой России? Чем занимался и кого любил Александр Прохоренко? Памяти Прохоренко Александра Александровича посвящается. Подвиг Александра Прохоренко невозможно полностью понять, не зная того, как он рос. Мальчик родился в небольшом селе Городки. Отец его был трактористом, а мать работала уборщицей. История мальчика с ранних лет походила на историю настоящего героя из советских книжек. Доброго, честного, смелого и отзывчивого. В семье его были в основном комбайнеры и трактористы, но мальчик не проявлял к этим профессиям никакого интереса. В школе он сразу показал себя как лидер, несмотря на то, что был самым маленьким. Хотя в выпускных классах ситуация изменилась. Александр стал стройным двухметровым силачом. Учителя вспоминают, что ему можно было доверить класс. Его всегда слушались. Один из одноклассников позднее вспоминал, что, встречаясь с Александром уже после выпуска из школы, он услышал от него, что тот мечтает совершить подвиг. Друзья, а вам такие мечты приходили в голову? Не в юные, а уже в более зрелые, осознанные года. Воплотились ли они в реальности как конкретно? Расскажите об этом в комментариях под видео, а мы продолжим. Классный руководитель Петр Григорьевич тоже хорошо помнит Александра. По его словам, вся семья Прохоренко всегда была очень принципиальной, честной и трудолюбивой. Более всего было интересно наблюдать за тем, какой сплоченностью и единодушием они все обладают. Каждый друг о друге заботился. Другие учителя героя тоже помнят о нем только хорошее. Все отмечают у парня лидерские качества и смелость высказывать свое мнение. Выпуск с Александром учитель литературы Нина Гавриловна называла советским. Это из-за того, что ребята были другие, с советскими ценностями. Для них много значили такие слова, как «родина», «честь», «святой долг». В 2007 году молодой и талантливый парень оканчивает городецкую школу и получает серебряную медаль за успехи в учебе. Позже он становится студентом Высшего зенитного ракетного училища в Оренбурге, но через год его переводят в Военную академию войсковой противовоздушной обороны ВСРФ. Прохоренко оканчивает академию с отличием. Подвиг Александра связан с его службой, которая началась после обучения. Его распределили на работу в авиационную часть. С зимы 2016 года он стал участником военной операции России в Сирии. Противником была запрещенная в России экстремистская организация «Исламское государство». Все произошло 17 марта 2016 года. Александр Прохоренко воевал с боевиками, наводя удары российских самолетов по врагу возле Тадмора, небольшого населенного пункта. Чтобы уничтожить стратегически важные цели, нужна была предельная точность в опознании их местоположения. Координаты точек передавались с земли. Эту работу и делал Александр Прохоренко. Он один проникал в тыл врага и устраивался там до прихода российских войск. При этом использовал специальную аппаратуру для передачи данных пилотам. На протяжении целой недели Прохоренко выполнял эту исключительно сложную задачу, обеспечивая спасение города. И прямо незадолго до успеха штурма населенного пункта он был окружен террористами. Столкнувшись с ними, он вступил в неравную схватку и избежал плена, вызвав на себя огонь. Александр Александрович Прохоренко служил в составе службы специальных операций. Она является особым подразделением армии России, которое создали для выполнения наиболее трудных задач по всем точкам мира. О том, что такое ССО и как в него попасть, мы подробно рассказывали в выпуске под названием «Служба под грифом «Секретно. Как попасть в ССО». Вы можете найти его в картотеке нашего канала и посмотреть, если по какой-то причине не сделали этого ранее. А мы вернемся к рассказу об Александре Прохоренко. В ССО он входил в число лучших из лучших. Подразделение высоко мобильно, все бойцы подготовлены и прекрасно оснащены. Тренируются они в жесточайших условиях. Александр прошел эту подготовку, но, оказавшись окруженным, совершил поступок, которому нигде не обучали. Этому не выучить ни на полигонах, ни в классах. Его решение было твердым, оно было для него самым правильным на тот момент. Александр Прохоренко сохранил честь и до последнего остался верным долгу. Это не единичный момент в отечественной армии. Ранее случались подобные случаи героизма. Подвиг Александра Прохоренко показал, что дело чести не осталось в отечественном прошлом. Фактически, этот поступок стал продолжением подвигов героев Великой Отечественной войны, когда советские бойцы вызывали на себя огонь своей же авиации и уносили вместе с собой жизни врагов. Старший лейтенант Александр Прохоренко вызвал огонь на себя. Он пожертвовал своей жизнью, а вместе с ним погибли и окружающие его враги. 24 марта 2016 года в России было официально объявлено о гибели солдата. Подвиг Александра Прохоренко в Сирии задел многих. Его память чтили, о нем говорили и писали. 24 апреля 2016 года в Риме был проведен митинг против террористической организации ИГИЛ. В ходе него люди проносили по улицам города портрет Александра. Что же стало с телом? Оно было доставлено в Россию с участием курдских ополченцев для проведения идентификационных процедур. В первых числах мая 2016 года в стране прошел траурный митинг при личном участии министра обороны Сергея Шойгу. После этого гроб с телом молодого человека при помощи транспортного самолета доставили на военный аэродром Оренбурга, откуда он при помощи вертолета был доставлен в родное село Героя – Городки. Гроб во время похорон сопровождали родители и родной брат Героя России Александра Прохоренко. 6 мая 2016 года парень был похоронен на кладбище села Городки со всеми воинскими почестями. На похоронах присутствовал глава Ингушетии Юнус Бек Евкуров, который сказал, «Простой парень в очередной раз показал всему миру, что есть герои, которые, не задумываясь, готовы пожертвовать своей жизнью за родину». В день похорон во всей Оренбургской области был объявлен траур. О подвиге Александра Прохоренко знали уже почти все. Однако только когда Министерство обороны рассказало и подтвердило гибель парня, местные газеты написали об этом. Редакторы говорили о том, что не собираются писать о смерти Александра, пока информация полностью не подтвердится. Юрий Берг, действующий губернатор области, приехал к родителям сразу после того, как узнал о случившемся. Он не ждал официального подтверждения. После общения с ними он сказал, что сделает все для того, чтобы память о Герои сохранилась в сердцах людей. После того, как стало известно о трагическом событии, некоторые телегруппы, как местные, так и из Башкирии, направились в село Городки, чтобы поговорить с несчастными родителями. На защиту скорбящих вышли почти все жители села, которые без угроз дали понять, что отцу и матери солдата нужно пережить свое горе самостоятельно. Позже приехала полиция, которая лично занялась охраной семьи Прохоренко. Несмотря на то, что всех жителей села попросили какое-то время хранить молчание, в социальных сетях появились фотографии и посты о соболезнованиях. Семья героя. У Прохоренко был родной младший брат Иван, который тоже связал свою жизнь с военным делом. Он стал курсантом той же военной академии имени А. Василевского, что и его брат. Александр был женат. Еще на видео со свадьбы старший лейтенант признавался, что он счастлив. Он говорил, что все в его жизни сложилось так, как он хотел. Он мечтал быть военнослужащим и стал им. У него была мечта о лучшей супруге в мире, и он обрел ее. Для его беременной жены Екатерины новость о гибели мужа стала большим ударом. Оправиться от трагедии ей помогали специалисты. За пару месяцев до происшествия ее супруг отправился в командировку. Никто, включая нее, не знал, куда именно. Лишь предполагали, что в сторону Кавказа, а вышло все вот так. Летом 2016 года Екатерина родила дочь и назвала ее Виолеттой. Эта девочка никогда уже не узнает своего отца. Останутся от Александра Прохоренко лишь фото, рассказы и память не только по всей стране, но и по всему миру. И, безусловно, она будет гордиться своим папой. Последние слова героя Считается, что последними словами Александра Прохоренко были «Командир, я окружен! Запрашиваю атаку с воздуха на себя!» Совсем скоро после его гибели в зарубежных блогах появились якобы записи «Последнего разговора русского Рэмбо с командиром». Однако подлинность расшифровки вызвала много сомнений, когда она появилась на просторах русской сети. Действующие военные отмечали, что для записи с боевых действий в расшифровке слишком много слов, а на войне нет времени на них. Там каждое слово чрезвычайно ценно. Помимо этого, в записи отсутствуют позывные. Отмечается также, что огонь на себя вызвался для выхода из окружения. В момент сброса бомбы человек шел на прорыв, чтобы не погибать. Это единственный шанс бойца спастись. При этом известно, что на данный момент российские военнослужащие пользуются специальной системой связи «Стрелец». Именно по ней происходит общение во время боевых действий с командирами, осуществляется наводка авиационных ударов. Это небольших размеров коммуникатор, передающий координаты военного с помощью GPS и GLONASS. Поэтому командование через монитор наблюдает, где находится каждый боец. Каждый из них обладает активными наушниками и микрофоном, с помощью которых общается с коллегами в ходе операции. Безусловно, нет никакой возможности для посторонних прослушать их переговоры либо записать. Все дело в том, что голос подвергается шифрованию, и передача его происходит через защищенные каналы связи. Когда кто-то перехватывает такие послания, не слышит ничего, кроме треска. Используется лазерный дальномер. Боец замерял расстояние до важных стратегических объектов. Знающая о точном местонахождении бойцов командования, отмечала на карте их точки и передавала координаты их пилотам на бомбардировщиках. Те тут же наносили удары. Вся процедура осуществлялась всего за 2-3 минуты. По этой причине действенность российского бомбометания служит предметом обсуждения и восхищения западных коллег. Поэтому считается, что расшифровка переговоров русского Рэмбо, ставшая популярной в сети, на самом деле является красивой легендой, которую сочинили иностранцы, чтобы поднять свой рейтинг. Затем волна жарких дискуссий была подхвачена отечественными блогерами. Сослуживцы Прохоренко молчат об этом случае. Это входит в их обязанность. Лишь спустя какой-то срок, когда война будет позабыта, история будет раскрыта в подробностях. Пока опубликованы лишь такие данные. Друзья, а как вы считаете, были ли слова «Командир, я окружен, запрашиваю атаку с воздуха на себя» на самом деле последними? Делитесь своими мыслями по этому поводу в комментариях под видео, а мы продолжим. Подвиг Александра Прохоренко показал, каким может быть солдат. За мужество и смелость, а также жертву своей жизни, герой был отмечен тремя медалями. Он получил звание Героя Российской Федерации. Также посмертно получил медаль «Золотая звезда», которая была выдана ему за героизм и мужество, проявленные во время несения службы. Подвиг спецназовца Александра Прохоренко был отмечен медалями за воинскую доблесть от Министерства обороны. Также в память о парне осталась его медаль за отличное окончание военно-образовательного учреждения высшего профессионального образования Минобороны РФ. Подвиг Александра Александровича Прохоренко был увековечен. Так, в Оренбурге его именем была названа улица. Угловой дом украшен мемориальной доской в знак памяти о герое. Другая мемориальная доска расположена в Оренбургском кадетском училище. Оно в прошлом было зенитно-ракетным командным училищем, где обучался Прохоренко. В память о подвиге героя одна из улиц Грозного, а именно авиационная, тоже получила имя солдата. На доме, расположенном на этой улочке, есть мемориальная доска. Осенью 2016 года был установлен бюст Александра Прохоренко в военной академии имени А. Василевского, где на данный момент обучается младший брат героя. Весной 2016 года в Пальмире в историческом амфитеатре прошло выступление оркестра Мариинского театра, которое было посвящено памяти и подвигу героя. Оркестром руководил Валерий Гергиев, поэт Юрий Баладжаров написал стихи, а композитор Владимир Евзеров музыку на песню «Он не мог иначе». Композиция была посвящена действиям российского солдата в Сирии. Исполнил ее Алексей Хватский. Летом 2017 года произошло открытие памятника героя в городе Валийсотто, находящемся в Италии. Весной 2016 года, то есть сразу после трагической гибели героя, семья Магеи из Франции, из городка Монпелье, сделала неожиданный шаг. Посредством российского посольства в Париже семья передала вдове солдата орден почетного легиона и воинский крест, украшенный пальмировой ветвью. Ранее эти награды принадлежали родственникам семьи Маге, которые принимали участие во Второй мировой войне. По личному приглашению президента России Владимира Путина, семья приехала в Россию для того, чтобы торжественно и публично передать награды семье Прохоренко. Это случилось в Национальном центре управления обороной. Также родителям парня вручили памятную медаль французского городка Фламерсана, родителям солдата вооруженных сил, который погиб героем. Очередная медаль в знак признания заслуг героя России. Как вы считаете, друзья, достаточное ли это признание для семьи, которая потеряла любимого человека, защищающего интересы Родины? Либо как-то иначе государство и общество должны проявлять свое уважение к нему? Делитесь своим мнением по этому поводу в комментариях под видео. И не забудьте подписаться на канал, если пока еще не сделали этого, потому что впереди еще много всего интересного. Не пропустите. Оставайтесь на связи и до скорого.